Всем привет! Привет! Вы на канале Стридцать в теле, я Света. А мне зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Худеем дальше. Девчата, мы забежали в кафе попить кофеек. По традиции. Согреться. Сегодня так резко похолодало. Было тепло-тепло. Было даже днем плюс 15 на солнышке. А сейчас, я не знаю, вроде по прогнозу должно плюс 10 быть. Но там и что-нибудь нет. Я сегодня в зимние дубленки пришла. А я выпендрилась, девочки. Дела красивое платье. Зачем? У меня в душе была весна. Тепло же вчера было. Я такая вся на веселе такая. Выхожу. А мы опаздывали. Вызвала такси в ДК на танцы. Выходим, а там зима. Да. Ну, вы все равно на такси доехали. Ну, да. Днем-то мы будем везде пешком ходить. Я сегодня салфетки не забыла взять для мубанков. Ой, молодец. Какая утомничка. Сейчас, пока людей нету в кофейне, мы попросили музыку на 5 минут. Да. Потому что там очень сильный ветер задувает в камеру. Ничего не слышно будет. Да. У нас очень много комментариев. Вот почему-то вчерашний ролик или как-то плохо посмотрели про тренировки. Одна девочка написала. Ой, что-то про тренировки. И стало неинтересно смотреть. Вы тренируетесь, и нам скучновато. Девчата, а вам надо тоже встать с диванчика и начать тренироваться. Смотрите, остался март, апрель, маль. Три месяца. Туда-сюда и все. И за три месяца можно хоть какой-то силуэт сделать. Одна девочка написала. У меня 130 килограммов. Я ничего уже красивых лета не буду. Да даже если 5 килограмм скиньте, уже лицо будет совсем дорогое. Хотя бы уйдет отек, и уже будут глазки раскроются. Уже силуэт на лице появится. Прыщики с лица уйдут, серость уйдет. Кожа посветлее, такое бахотное станет. За три месяца очень много можно сделать изменений. Мы когда пришли в спортзал, Юлия говорит, Кристина, конечно, ты фитоняшкой не станешь за 3-4 месяца, но уже какой-то силуэт талии ты приобретешь. Уже будет хоть что-то. Девчата, просто если, смотрите, если не начинать ничего делать, вы никогда не похудеете. Ни вы, ни мы никогда не похудеем. Вы посмотрите, мы сколько лет идем в стройности. Срываемся, что-то, чуть-чуть откаты были. Мы раньше вообще не умели правильно есть даже. Что такое правильно или неправильно, какая еда. Я думала, что масло вообще нельзя есть. У меня столько было заблуждений. А у тебя какие были заблуждения? У меня срывы, я всегда там наемся и такая себе говорю, все, завтра будет весь день голода, будет твойок, огоньцы. И я быстренько три дня посижу недельку на любимой и приведу себя в форму. А мне хватало на 2-3 дня. А потом я срывалась, и это бесконечные красивые бега по кругу. Вот мое заблуждение. А, ты всегда представляла, что ты можешь всегда... Начать жизнь в понедельник. На диете быстренько сбросить. Это на еде надо, да? Девочки, это особенно касается, у кого не сильно большой вес. Я это заметила по себе, что у девчат, у которых не сильно большой вес, они почему-то думают, что они к какому-то празднику за одну неделю могут себя в порядок привести. Типа, я одну неделю буду на жесткой голодовке, и потом все у меня прекратится. Как Юля про девочку рассказывала, что она ходила в тренажерку и чуть в оборот не упала, у нее голова там сильно закружилась. А она, оказывается, оставался месяц до лета, и она ела один сникерс в день. А, ты рассказывала, спасибо. Да, я уже рассказывала девочке. Типа, там хотя бы есть орешки и сладости я люблю, а остальное я ничего не хочу есть. Вот, мне это мясо не нужно, мне нужно... А потом она призналась про этот сникерс. Ну, и там девочки аннотации, наверное, прочитали, насчет того, что ты лучше сникерс на мясо замени тогда. Девочки, на тренировке мы никак не поменяем. Если вам скучно, то мы ничего поделаем. Если вам скучно, то у нас через день. Здесь мукбанк... А, у нас будет новиночка. Мы же не мукбанк решили поменять. А, да, будем готовить вкусненькие рецептики. Соларики, может быть, да, мы что-то пришли. Я уже два рецептика классных подглядела, вам все потом ссылочки скинем и приготовим при вас. Они, кстати, для похудения будут супер. Они легонькие такие. Да, девочки, смотрите, мы сами ничего не выдумываем. Мы не кулинары, мы тоже где-то смотрим. Мы просто будем готовить уже готовые какие-то блюда. Всем известные, может быть, даже. Всем известные салатики. А просто будем болтать. Просто есть как-то... Да, не это... Лучше мы будем готовить, это пополезнее, да? Вы хоть рецептики будете какие-то новые для себя смотреть, если кому интересно. А, еще пишут, у вас слишком простая какая-то еда. Да, девочки, у нас самая обычная простая еда. Конечно. Наоборот, все нарезали, овощи отдельно нарезали, какую-то кашу сварили, кусок мяса кинули. Мы хотели показать, что можно странить на обычной еде, которая вот, из обычного магнита или магазина возле дома. Каким-нибудь там маракуйей, там, и посыпать еще какой-нибудь присыпкой. Зачем? Тут я один только авокадо-то добавила, мне уже и про авокадо написали. Этими авокадо-ми ты своими надоела. Девчата, вы смотрите, я раньше могла есть неделями подряд макароны с сосиской и все с сыром залитое. Я могла это с утра до вечера есть одно и то же блюдо. Водка довесила 130 килограмм почти. Девчата, если вам какая-то еда нравится, вы же знаете, что ее можно с утра до вечера есть одно и то же. Вон, Света, борщ может есть с утром, днем и вечером. Конечно, это моя любимая еда. У меня Маша дочка может борщ также есть. Мне было просто, я наварю вот такую кастрюлю борща, и она со школы приходила, Андрей, это борщ была самая такая еда, которую больше всего любила есть. Девочки, а еще как крокодила я могу сварить свеженький вкусный супчик и съесть сразу пол кастрюли за полдня. Ну вот и щавеля, например, ты будешь такой суп. Да, очень люблю зеленый борщ, с яйцами, со сметанкой, с щавелем. Ты тогда как-то окрошку сделала, тоже так же ее ела. Так что вот этот крокодил, вот этот бекемот, еще нужно с ним работать. Там в супе не так уж много калорий, если он без какого-то жирного селина. А что он так-то как растягивает? Растягивать не надо. А, я хотела рассказать девочкам, чтобы начался небольшой прогресс в плане моих порций. Вот смотрите, я стала взвешивать порцию. Я теперь, помните, говорила, что у меня все бродит и пучит живот от овощей, когда их очень много. Я заметила, когда очень много каких-нибудь макарон, я раньше любила, например, что с хлебом есть, у меня от этого бурлило в животе. Но это все углеводы. Потом стало, когда много салата есть, начала бурлить из-за вот этих огурцов с помидорами в перемешку. Ну вот эти, когда много клетчатки, видимо, тоже бурлить в животе. Как вот от бобовых. И я поняла, что вот перебарщивать, ну нельзя, даже с овощами перебарщивать нельзя. Вот положено их там по 100 грамм положить. Огурчика 80 грамм, помидорчика 70 грамм. Тазик мне не подходит. Кто-то может ходить на тазике салата и все, и замедить все остальное. Какую-то чистку сделать. А у меня не получается. У меня нету поноса. У меня просто вздутие живота такое, что аж кишки болят, понимаете. Вот как у некоторых от гороха. От фасоль, от гороха, от кукурузы. У меня вот такое, от когда многое салата поем сразу же за раз. Через час начинается этот процесс, бурление. И я теперь стала все порции делать, 300-350 грамм. И я заметила, вот я ем 4 раза. Я говорю, у меня 2 завтрака делятся пополам. Такие приблизительно. Потом обед у меня идет часов 2 и ужин часов 7. И они где-то по 350 грамм все 4 приема пищи, все на 1500 килокалорий. И девочке больше и не хочется. 350 грамм, мне кажется, как будто я переела. Я теперь сразу же не запиваю, то иду кофе. И может быть желудок так начинает стягиваться. И вот что за ней. Мне это нравится. Оказывается, может желудок-то стянуться самостоятельно. Мы почему-то говорим, потому что многие девочки пишут, может пора уже обрезать желудок и не страдать. Девчата, мы сколько случаев знаем. Это хирургическая мешательность. Нет, я не боюсь никаких хирургических мешательств. Я думаю, что не сильно это поможет. Это как при алкоголе кодировка. А, ну да. Это поможет, и ты будешь опять надеяться на волшебную палочку, что тебя опять закодируют, а ты как будто сам не можешь бросить пить. Вот. А в итоге ты, видимо, сам и не можешь бросить пить без этой кодировки. А ты попробуй сам себе пить. Или там пластыри какие-то там лепят. Да это все какой-то самообман, мне кажется. Это самообман все. Надо силу воли в себе воспитывать. А, понимаешь, что желудок... Даже не силу воли, а там промывание своего мозга. Думать об этом, говорить с собой, со своим организмом, как тебе лучше, как тебе хуже. Ну, чувствовать все это. Если можно, если есть чем заменить, не просто исключить, а заменить вредные продукты на более полезные. Огромную порцию на более маленькую и медленную на самом деле ее есть. Я уже сижу и действительно разжевываю все эти огурцы, чтобы думаю, ой, ё-моё, кажется, я так наелась. И даже вот свою вот миску, что я беру с собой на работу, вот эту тарелочку, съем иногда, думаю, а через час в спортзал. Не тяжело ли мне будет заниматься в спортзале с этим? Вот переживаю, девочки, переживаю. Ну да, я тоже стала лучше, конечно, за эти два года следить за своим питанием миллион и раз. Дисциплинирую то, что за тобой. Следят много людей, тебя сразу начинают критиковать, делятся на два лагеря. Некоторые тебя жили, другие критикуют. Сейчас, наоборот, еще больше критики стало, как мы начали с собой. Чем все поддерживали. Начали сейчас заниматься, и то к каше придираются, то к спорту придираются, то еще к чему-то. А, что-то еще написали про спорт. А вы знаете, Света, чтобы накачать попку? А, я читала. Вам что-то они говорили, что нужно на бой массы делать, а не дефицит калорий. Да я знаю, нужно для начала хоть силы какие-то. Даже не сбросить, просто чтобы силы хоть какие-то появились. Если мышцы по всему организму, кисельные берега, слабые-прислабые, что ты полудохлый человек, надо же сначала хоть чуть-чуть перебрести, хоть какой-то тонус мышц. А потом уже что-то там накачивать. Девочки, а ей дефицит калорий, не говори. Да, мне не говори. Она не на похудение. Она не на похудение. Она на нормальном вене. Ей 1800 вообще говорят. Не поставляю. Реанимируют мои мышцы. Тренер ей вообще говорит правильно 15-1800-2000 килокалорий. И заниматься спортом. Потягивать вот эти киселя все. Да. Так что она не на дефиците калорий. Это я на дефиците калорий. Мы просто начало у нас ролика. Мы худеем вместе. Да, и занятия у нее именно вот такие. У меня вот на похудение. На похудение. У Светы вот это наращивание мышцы. Вот эти вот потягивания всех вот этих вот. Вот это да на попе, да на ногах. Везде. Везде. Во всем. По всему телу. А, еще мне написали. Кристина, надо вначале похудеть без спорта, а потом заниматься спортом. Девочки, если я сегодня тренеру расскажу вот этот вот комментарий, она будет долго-придолго смеяться. А давай скажем, что интересно. Она скажет, вообще заниматься спортом надо все уже. Ну, конечно. Человеку надо, вот он родился, его уже, он новорожден, его в водичке в бассейне купать, чтобы он плавал. Как это, значит, вообще не хотели? Два часа в день надо, значит, гулять с ребенком. Не заниматься спортом, а потом, когда я похудею, вот потом не заняться спортом. Детей, что это вы на танце или на всякие связи. Это пишут те люди, которые не хотят вообще зарядку делать. Мы знаем, это все те, кто 10 тысяч долларов не хотят. Ну, понятно, что не хочется это все делать, поначалу особенно. Девчата, ну, чтобы что-то сделать, надо чуть-чуть себя заставлять. Ну, там, например, девочка написала, честно, говорит, мне 65 лет, я уже так не смогу, как вы. Так и не надо. А вы с вами не соревнуйтесь. Мы же не устраиваем соревнования. Кому 65 плюс, туда тоже можно прийти, в любой тренажерный зал. И вам там сделают свою программу. По вашему возрасту, по вашим мышцам, по заболеваниям они спрашиваются. У вас нету... А у меня Ферочи, она спросила, нету там сахарного, у тебя диабета, какие у тебя осложнения, какие это. Сердце не больное, все, они спрашивают. А Бубновский, у него вообще свой тренажерный зал, и там только пенсионеры. Ну, не только, конечно, но упоя, упоя на них. И там они такие чудеса творят, и они встают и ходят потом, все делают. И сами, он их прям заставляет, говорит, только через это вы будете ходить, не болеете и так далее. А если вы будете лежать и пить таблетки от боли, то только будете потихонечку убирать. Ну, это против таблеток, обезболивающих. Так ну, не толку, они только просто забивают боль, и ты дальше разлагаешься. И ты не чувствуешь тело, что у тебя болит. Ну, да. Вот что именно болит. А надо же причину боли убирать. Вот. Потом еще одна девочка написала, я сейчас вспоминаю. Девочки, вот вспомнила, не могу найти этот комментарий, это просто ответила, и пропал он у меня в этих... в ответах. Девушка пишет, я без ваших заморочек, без всяких подсчетов, которые... которые такие нудные, сама смогла после родов похудеть на стейков из рыбы, из мяса, чтобы хорошо двигалась там подвижно, потом ел... Вкусняшки были до 12 часов, то ли до 12 ночи, то ли до чего, я не помню. Ну, короче говоря, видимо, девушка хорошо двигалась, ела мясо, рыбу, и похудела на 17 килограммов без вашей нудятины почета всяких. Ну, я ей написала, все худеют по-разному, девочки. Я не могу без подсчета похудеть, мне не получается проконтролировать. Я, видимо, не вижу, не вижу, сколько я переедаю. Ну, это же твое, это... да, зачем она такое пишет, если... Тебе подходит такое. Я ей написала, вы молодец, вы по-своему герой, а я по-другому худеть не могу, мне надо считать, иначе я переедаю. Там же такая маленькая грань между 1500 и 1800 килограммов. Ну, да. Ты чуть-чуть где-то жмейку чего-то больше съел или кусочек мяса больше съел, и все, ты уже переел. И в плюс уже пойдет. И все, а у меня в плюс сразу же. Ну, девочки, мы будем тогда пока заканчивать, а потом уже в портале дальше будем сниматься. Доброе утро, дорогие друзья. Я сейчас покажу свой завтрак и все, что я взяла с собой на работу. Смотрите, на завтрак яйцо. Мне нравится, когда немножечко такое, но недоваренное. И авокадо здесь половинка. Вышло 45 грамм самого авокадо, немножко зелени, 2 хлебца из гречки. Далее 40 миллилитров. Девочки, в прошлом ролике я сказала 40 килокалорий. 40 миллилитров. Я просто ошиблась что-то с калориями, с этими. Это первая часть завтрака. Второй завтрак у меня будет. Девочки, на работу я взяла. Это где-то в часов 10 буду есть. Тушеный шампиньон с луком. Дальше свежий помидор и 70 грамм грудки. Все, это зелень тут. Вот такой вот все равно завтрак. Все вместе получилось 450 килокалорий. Далее обед. Обед чуть-чуть потяжелее. Мне немножко разрешает, мой тренер, положить каши в обед. Вот, смотрите, 70 грамм вот этого пшена отварного. Дальше для пшеничного пшена, наверное. 77 грамм грудки. Потом 60 грамм помидора. Огурца здесь около 70 грамм. И тушеные шампиньоны здесь поменьше, 70 грамм. А здесь 100 на завтраке. Девчата, я что заметила? Я перестала подсаливать отдельно овощи. Мне нравится их вкус просто теперь сам по себе. Вот грудку я пока варила чуть-чуть, подсолила. Каши чуть-чуть подсолила. Я раньше солила сильно яйцо. И сейчас я просто заметила, что прекрасно. Яйцо у меня так усваивается. Мне не надо дополнительную соль. И на овощах не надо дополнительную соль. И причем я это не заставляю. Сама это заметила. Приятное такое ощущение. На ужин я потушила шампиньоны и один помидор. Много зелени. Туда добавила уже в приготовленное практически блюдо 50 грамм отварной грудки. И кинула 2 яйца. Все это я тушила просто на сухой сковородке. И получилось, что у меня жир здесь присутствует только в желтках. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... Продолжение следует...